Раз, два, три, четыре. Я не предохраняюсь. Четвертый курс. У меня осталось две недели семестра. Мне надо все сдать. Я начну петь жестко. Господа, всем привет. И с сегодняшнего дня в КПИ вводится карантин из-за коронавируса. КПИ-ТВшники уже вовсю обвешиваются чесноком, одевают повязки, моют руки по 20 минут и объедают салом. Давайте же проверим, что делают обычные студенты КПИ для защиты своей задницы. Боитесь реально коронавируса? Нет. Да. Почему? Он страшный. Страшный? Да. Как я? Примерно. Я не боюсь, потому что он только в Черновцах. И то у одного человека, и то не факт. А, то есть ты думаешь, до Киева он не доберется? Ну, я думаю, что он уже в Киеве, просто типа никто не хочет идти в больницу лишний раз. Как вы защищаетесь от коронавируса? Мы пытаемся защититься с дипломом, а не с коронавирусом. Нет, я не предохраняюсь. Я только мою руки хорошо, что я вам советую. Мои руки с мылом и не ем с рук китайцев. Еще нельзя целоваться с китайцами. Целоваться нельзя? Да. Целуешься с китайцами? Иногда. А с девочками? Не обязательно. Как вы предохраняетесь от коронавируса? Латексные костюмы. Новое изобретение. Новое? Со вкусом чесненька. Всегда с собой нужно пользоваться только своей тримбитой и нежелательно целовать иконы. Вот, часто вы целуете иконы вообще? Каждый день я верующий атеист. Серьезно, наши деньги? На, серьезно. А ввели карантин, знаешь об этом? Ну, я слышал. Но до конца надеялся, что это не так. Почему? Ты хочешь учиться? Четвертый курс. У меня осталось две недели семестра. Мне надо все ждать. Когда я буду это ждать? Ты защищаешься от коронавируса? Нет. Сало, чеснок, лук. Все по-заветам украинских чему-нибудь. Тоже хорошая идея не ходить на пары, чтобы не контактировать с людьми. Также у нас есть одна преподавательница, которая очень боится коронавируса. Она говорила, что нужно каждые два часа мать руки, каждые 20 минут пить воду, хотя бы несколько глотков, чтобы вирус, он же большой, пройдет пищевод и выйдет там естественный. А уроки защиты от коронавируса. Раз, два, три, четыре. Ну, вы же с ИХФ, вы химики, да, ребят? Да. Вы как молодая семья. А как вы предохраняетесь от коронавируса? Да, да. Ну, вы, наверное, знаете, популярные мифы сейчас в интернете ходят, что крепкий алкоголь, как и мифедрон, собственно, помогает убивать бактерии коронавируса. Как вы к этому относитесь? Что вы об этом думаете? И защищаетесь ли вы таким образом? Защищаюсь. Так что положительный. А чем именно защищаешься? Крепким алкоголем. Я вообще не пью, но если коронавирус появится в Киеве, то я начну пить жестко. Миф что? Мифедрон в том числе защищает этот коронавирус. Я в это не верю и вам не советую. Не употребляйте мифедрон для защиты от коронавируса. Подписывайтесь на КПИТВ, ставьте лайки. Держи, вот тебе чесночок. Ой, спасибо большое. У меня просто нет денег. Анфетамин лучше. Работает? Анфетамин, да. А как ты защищаешься от коронавируса? Никак. Нет, тебе тоже. Я уверен, смотри, я уверен, что защищаешься. Давай поспорим с тобой. Забьемся. На головку чеснока. Ну да, ладно. Давай. Смотри, в интернете ходят слухи, что крепкий алкоголь и мифедрон защищают от коронавируса. Ты же КПИТВ, ты же стопудово бухаешь. Нет, нет, конечно, мы завтра с преподом договорились. Где моя головка чеснока? Завтра идем на поляна, если карантин, и с водочкой дезинфицировать. Наркотики нахуй. А крепкий алкоголь? Тоже, мы же студенты, как мой алкоголь. Я понимаю, мы на сквере имени Елены Телеги, Телеги. Вы студенты политеха, с ФЭЛа, ребят. Мы необычные студенты с ФЭЛа. Мы хорошие студенты с ФЭЛа. Спасибо большое. Класс, будешь что кушать, Рома, наконец-то, поедим. Да, кушай. Вкусно? Да. Возьмитесь за руки, тогда мы точно защитимся от коронавируса. Ребята, а как вы защищаетесь от коронавируса? Мы тут подошли к корпусу химиков в девятнашке. А вот, ИХФ, сейчас позадаем им пару неловких вопросов. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Микки. Не, мы 151, мы инженеры. Ну, короче, шутка заключалась в том, что мы подходим и спрашиваем, типа, вы химики? Вы такие, да, да. Такие, ну вот вы, как молодая семья, как защищаетесь от коронавируса? В этом была шутка. Давайте мы проиграем ее еще раз. Поддерживаю. Креститесь. И молитесь. Все, пацаны, спасибо. Спасибо. А, спасибо.